Почему большинство не понимает элитарную культуру? Во-первых, это отсутствие нормального воспитания. Когда ребёнок наиболее готов к поглощению нового материала, изучение языков — это возраст до 5 лет. Но если вы видели, как наши родители воспитывают ребёнка «Смотри, какая бибика проехала!» То есть разговаривают с ребёнком, как будто он умственно отсталый, и такие вещи отражаются в дальнейшем. Или, например, многие родители жалуются, что их дети не читают книги. И, как правило, эти родители сами не читают книг, они приходят с работы и смотрят телевизор. Ребёнок перенимает модель поведения родителей и также смотрит телевизор, и он не понимает, почему родители на него кричат из-за того, что он не читает, ведь они сами не читают. Помимо воспитания есть проблемы и системы образования. Последнее поколение, те, кто родились после 2000-х, хотя, наверное, и моё поколение тоже, обладают болезнью 21-го века, клиповое мышление. Их можно научить добывать информацию, но мы продолжаем пичкать их уже пережёванные нами. И всё это выливается в то, что дети не хотят учиться, потому что они начинают задаваться вопросом «А зачем мне это знать?». Мы должны давать детям мотивацию к учёбе, чтобы они загорались изучением нового материала. Если у них будет интерес к изучению, они будут всесторонне развиты. Не рождаются гуманитариями и технарями, это сугубо влияние внешней среды. Вы не любите математику или какой-то другой предмет, потому что в школе у вас был отвратный учитель по этому предмету, и вы теперь его ненавидите. И у вас не получается ничего с этим предметом не потому, что нет способности, а потому что он вам банально не интересен. У вас просто нет желания его изучать или в нём разбираться. И поэтому позиция старшего поколения выглядит лицемерно. Они говорят про молодёжь, что вот мол они ничего не умеют, ничего не хотят, ничем не интересуются. Ну так вы же его воспитываете. В чём виноваты дети, если вы не можете найти подхода к их обучению? Почему когда я сделал историю России на мемах, мне писали, что оказывается история может быть интересной. Ну так значит всё-таки можно заинтересовать детей, значит не в них проблема. Старая перхоть не может признать своей педагогической импотенцией. Половина учителей не умеет пользоваться компьютером, не использует интерактивную доску и при этом умудряется что-то говорить про новое поколение. Ну так может не поколение отсталое, а вы отстали от этого поколения? И виноваты здесь не учителя, нет, виновата сама система образования. Вина в этом лежит на плечах тех, кто сидит сверху, а не на учителях. Они всего лишь винтики в этой системе. Другой причиной низкой культуры и в целом образования является, к сожалению, финансовая сторона. На первом курсе университета я проводил что-то типа социологического исследования, где сравнивал средний класс на Западе и средний класс в России. И я заметил интересный факт, чем больше у человека денег и меньше часов работы, то он, как правило, образованнее. Во-первых, у него есть деньги на саморазвитие, ну те же книги, например, это очень дорогое удовольствие. Во-вторых, у него есть время на саморазвитие. А условный заводчанин Василий, работая 10 часов и получая 25 тысяч рублей, в лучшем случае, не имеет ни сил, ни желания, ни денег, ни времени на самообразование. Хочется просто прийти домой, лечь на диван и смотреть телек.